В Петербурге открылась выставка особых художников из Германии и России. Так своих подопечных называют преподаватели художественной студии «Перспективы». Главная цель организации – создание для детей и взрослых с тяжелыми умственными и физическими нарушениями таких условий жизни, которые были бы максимально похожи на условия жизни обычных людей. И по всему видно, что им это удается. Представленные на выставке картины пронизаны теплом, светом и яркими красками, будто ничего этих особых людей в жизни и не ограничивает. Искусство, правда, оно в состоянии стереть все границы. Когда мы смотрим на картину, она либо нравится, либо не нравится. Она либо вызывает у нас какие-то чувства, и мы хотим на нее смотреть, мы, возможно, хотим ее повесить в свой интерьер, мы, возможно, хотим ее подарить. И тогда это искусство. И мы же редко задаемся вопросом, «Болел этот художник чем-нибудь или не болел? Были у него какие-то ограниченные возможности или не были? Хорошо он учился в школе или нет?» Руководители благотворительной организации «Перспективы» считают своим долгом привлекать больше внимания общественности к вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями. Когда мы начали, многие русские люди даже не знали о существовании инвалидов. Мне тогда действительно друзья говорят, о чем ты говоришь, у нас нет, потому что они не видны были. И сегодня, хотя еще есть очень много проблем, очень много надо делать, мне кажется, люди видны уже на улицах, скажем, или такая выставка есть. И у нас есть еще театральный проект. И, конечно, хотя, по-моему, очень медленно, но в этих пожарождении тоже есть изменения. То, что сейчас дети, например, полят в школу, наконец-то, они же десятилетками не ходили, что ли дети с умственной отставостью. Выставка особых художников с первых минут вызвала массу впечатлений у посетителей. Я не впервые на такой выставке, я не впервые на акциях этого замечательного фонда. Больше вам скажу, мы, скажем, полтора года назад писали одну картину на двоих с одной девушкой. Поэтому я очень хорошо знаю, кто их кричит. И я всячески поддерживаю все, что делают эти дети. И мне это очень нравится. Напомним, что выставка проходит в арт-пространстве этажи на Лиговском проспекте и продлится она до 4 мая. — Давай. — Спасибо. — Так. иво. Продолжение следует...